Профессиональная спортсменка Алена Лысенко не была в зале с конца марта, но свои тренировки не прерывала. Сначала занималась дома, а потом в гараже. Легкотетка говорит, что временное закрытие спортивных школ и фитнес-клубов не повод для отдыха, тем более, когда нужно готовиться к соревнованиям. Конечно, очень рады у нас, что идет подготовка к соревнованиям. Нам готовиться же нужно. Хорошие условия всегда в плюс. Ждем не дождемся, когда у нас откроются спортивные мероприятия, разрешат нам проводить все спортивные мероприятия, когда утвердят календарь соревнований. И будем выступать уже, защищать свою область. Алена занимается в спортивной школе по легкой атлетике. Вместе с ней на тренировки приходят спортсмены из сборной России Владимирской области. Все соблюдают меры предосторожности. Для остальных желающих двери спортзалов пока закрыты. Там еще не до конца проведена дезинфекция. Вся спортивная общественность города ждала с нетерпением разрешения на открытие спортивных сооружений. Вот, наконец, мы это разрешение получили. Членов сборной страны Владимирской области мы начали запускать сразу после распоряжения департамента спорта Владимирской области. Перед открытием сотрудники фитнес-залов должны не только провести генеральную уборку и закупить средства защиты, но и расставить тренажеры друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. О возобновлении работы они обязаны сообщить в Роспотребнадзор. Специалисты в любой момент могут выехать с внеплановой проверкой. Разрешены вот эти посещения, конечно же, при строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора. Тренер при проведении занятий может снимать. Масочный режим не распространяется. Во все другие моменты тоже обязаны маски носить. Обработка рук идет, проветривание помещений, повышенные требования к вилиционной системе. То есть вот такие вот основные моменты. Ну и, конечно же, термоконтроль бесконтактным способом. Всего в регионе 870 объектов, которые работают в сфере физической культуры. Из них 44 – спортивные школы. Но не все учреждения приступили к работе. Некоторые частные фитнес-центры не примут посетителей даже в ближайшие дни. Потому что для запуска недостаточно просто открыть двери и протереть пыль. Ольга Ельфимова, Валерия Пронина, Олег Маньков и Андрей Беляков. Губерния 33.